Традиционно на Кубани с 23 января по 23 февраля проходит месячник по оборонно-массовой работе и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Его цель неизменна – воспитание молодого поколения в духе высокой гражданственности и патриотизма, воспитание, уважение молодежи к старшему поколению и к славной истории своей страны. Торжественное открытие месячника, который в этом году проходит под девизом «Святое дело Родине служить» состоялось 23 января в городском Доме культуры. В зале собралась молодежь со всего района, а главными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, офицеры запаса и участники локальных войн. Глава Славянского района Роман Сенеговский дал старт месячнику военно-патриотической работы. Военно-патриотическое воспитание молодых людей в нашем районе носит системный характер и не ограничивается отдельными акциями. Эту систему невозможно представить без участия районного совета ветеранов войны и труда, ветеранов Афганистана и участников локальных войн, офицеров запаса и казаков. Месячник по обороне массовой и военно-патриотической работе помогает сохранить богатое наследие, воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и любви к своей Родине. Большую работу в этом направлении проводит районный совет ветеранов. В самом понятии месячника оборона массовой и военно-патриотической работы говорит о том, что в этот период наиболее активная фаза подготовки юношей, молодёжи к службе вооруженных сил. Пропаганда любви к Родине, пропаганда патриотизма. Знаменательно, что в этом году, в день открытия месячника, ДОСААФ России отмечает своё 90-летие. За это время через членство в организации прошли миллионы мальчишек и девчонок. ДОСААФ внёс большой вклад в укрепление обороноспособности страны, военно-патриотического воспитания молодёжи, подготовку граждан к труду и защите Отечества, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Воспитание молодёжи в духе патриотизма в нашем районе также занимаются многие руководители военно-патриотических клубов, общественных организаций. Для них это дело всей жизни. Они твёрдо уверены, воспитание молодёжи – это каждодневная работа, благодаря чему новое поколение славянцев станет достойными продолжателями славных традиций своих отцов и дедов. Патриотизм, он не может быть на месяц, не может быть на неделю. Патриотизм, он есть патриотизм, защита Родины. А мы считаем, что месячник – это составление плана военно-патриотической работы на год. Сегодня очень важно напомнить нынешнему поколению о героическом прошлом нашей страны, научить молодёжь ценить и беречь мирное небо над головой, быть настоящими патриотами своей Родины. Многие ветераны продолжают оставаться в строю, вносят огромный вклад в воспитание у молодых славянцев таких нравственных принципов, как честь, долг и патриотизм. В знак благодарности к великим заслугам наших земляков славянские кадеты возложили цветы к вечному огню в сквере памяти. Немало интересных мероприятий для жителей, прежде всего молодёжи, будет проведено в рамках месячника. Это уроки мужества, встречи с ветеранами, экскурсии в музей боевой славы, воинской части, турниры по военно-прикладным видам спорта, казачьи соревнования и многое другое. По традиции, итоги месячника будут подведены в День защитника Отечества.